Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам краткий отзыв на книгу Джорджо Агамбена «Хомосакер 2. Чрезвычайное положение». Отзыв на книгу Роберта Низбета «Прогресс. История идей» уже сейчас на бусти. «Чрезвычайное положение» Джорджо Агамбена издано на итальянском языке в 2005 году. Перевод на русский вышел в 2011 году. «Чрезвычайное положение» является первой книгой второй части серии книг «Хомосакер». В «Чрезвычайном положении» Агамбен прослеживает концепцию собственно чрезвычайного положения, которое ранее было использовано Карлом Шмидтом в политической теологии. И Агамбен прослеживает понятие чрезвычайного положения вглубь веков вплоть до римских «хустисиум» и «ауторитас». Это подводит Агамбена к ответу на определение Карлом Шмидтом суверенитета как право правосглашать исключение. Давайте посмотрим, что включает в себя собственно книга «Чрезвычайное положение». Какие главы? «Чрезвычайное положение» как «управленческая парадигма», «сила закона», «закона зачеркнута», «иуститиум», «гигантомахия вокруг пустоты», «праздник траур аномия», «ауторитас и потестас» и «примечания». В чрезвычайном положении Агамбен исследует усиление власти правительств, которые эти правительства используют в предполагаемые кризисные времена. Чрезвычайное положение относится к исключительным состояниям, когда конституционные права могут быть ущемлены, заменены, отклонены в процессе предъявления правительством требований о расширении полномочий. Чрезвычайное положение наделяет одно лицо или правительство властью над другими, выходящие далеко за рамки того, где в прошлом существовал закон. В каждом случае чрезвычайное положение обозначает порох, при достижении которого логика и практика сливаются друг с другом. Так пишет Джорджо Агамбен. Политическая власть над другими, приобретенная в результате чрезвычайного положения, делает одно правительство или одну форму или ветви власти всемогущей, действующей вне законов. В такие периоды расширения власти определенные формы знаний должны пользоваться привилегией и приниматься как истинные. И определенные голоса должны быть услышаны как ценные, в то время как, конечно, многие таковыми не являются. Это подавляющее различие имеет большое значение в отношении производства знаний. Процесс, как приобретение знаний, так и подавление определенных знаний, является актом насилия во время кризиса. В чрезвычайном положении, как в книге Джорджо Агамбена, он исследует, как приостановление действия законов в условии чрезвычайного положения или кризиса, и как это приостановление действия законов может стать постоянным. Более конкретно, Агамбен рассматривает, как действует это длительное чрезвычайное положение с целью лишения отдельных лиц их гражданства. Это короткий отзыв на книгу «Чрезвычайное положение» Джорджо Агамбена, поскольку в связке с другими книгами серии «Хому Сакер» мы разбирали в том числе и ее, прослеживая связь книги «Чрезвычайное положение» с другими книгами «Хому Сакер». Этот обзор, который называется «Введение в серию Хому Сакер», вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. На этом я с вами прощаюсь, желаю всяческих успехов и до новых встреч! Продолжение следует...